В течение семи лет мы пытались опознать такие проявления участников человека, передачи близких на расстоянии, что такое Терекенец, что такое Терепатиш, то есть строились на эти явления такие. И, конечно, что, сколько мы делились над этими вопросами, в свое время это было, еще начинал я в 60-е годы, и, конечно, что с позиции эмофилистической идеологии это все проявления у человека никак не объяснить. И пришло такое время, когда так вот сложились обстоятельства, что лично мне подсказали обратиться к Священным Писаниям. И посмотрите, что там сказано в отношении таких проявлений. В общем, взаимные отношения, чувственные отношения между людьми. То есть тоже скрыто. скрыто, и его объяснить нет возможности. Когда обратились к Священным Писаниям, там действительно получили ответы на начале на многие вопросы, потом на все вопросы, которые у нас возникают. А когда начали говорить о том, что надо обратиться к Священным Писаниям, то сами понимаете, что в то время мне сказали, что пришел к вере, я говорю, он не тоже пришел, а факты сами говорят об этом. Нам это не подходит. Материалистическая идеология это не подходит. Вот иди и занимайся в Церковь этими делами. Вот так я пошел в Церковь и одновременно продолжал заниматься теми же самыми вопросами, которые были в науке, и теперь уже с позиции Священных Писаний Библии. Пришлось, конечно, познакомиться с разными вероучениями, не только христианскими, но и другими, но наиболее полно это все изложено в Библии. Вот, может быть, слышали, а может быть, нет, но в Библии это есть книга зашифрованная, таинственных явлений зашифрованная. То есть то, что там написано, ее надо, так сказать, понимать по-духовному. Хотя она изложена как история еврейского народа, а фактически это книга духовная, чисто духовная, которая пока еще не раскрыта. То есть она как бы рассчитана еще на перспективу. Ну, в частности, у меня вот привлекло то, что... Ну, не, не тоже привлекло, а ситуация так сложилась, что в одной из таких... в одни из дней я услышал во сне, когда уже в беднее проснулся даже, как будто меня кто-то разбудил, я проснулся, и услышал женский голос, который сказал, займись пчелами. Ну, надо сказать, что к пчелам я отношения имел только косвенные. То есть еще не то, что в детстве, уже молодости приходилось перевозить ульи старые отцом с отцом. А отец занимался пчелами. Перевозить эти старые ульи, которые были все в дырах, пчелы туда лезли, его все в дыре эти, и так обжали меня, что для нас даже без сознания находились. Поэтому я сказал, что пчелами никогда в жизни заниматься не буду, и даже не хочу к ним подходить и по призвести. А пчеловодством у нас занимались все. Как раз основателем вот этого техникума, который были моеводственные. Все время был замдиректора Зубридский, такой, в истории остался, Федор Семенович, потом Глушенко был, это замдиректора по научной работе. И вообще, и моя мама тут проходила практику, и тетка моя проходила, но я говорю, что я к ним отношение самое отрицательное. Но когда такое пришло извещение, я потом пошел, обменял соседами своими родственниками, что такое женский голос один раз такое сказал. Через три дня снова повторилось, который сказал мне, не знаю, не есть, что ли, я бы начал упрашивать. Я пришел и говорю, чем там можно заниматься, ну, вы занимаетесь пчелом, там, улей поставили, не отрицательное, знаете, что-то об их жизни и так далее. Они сказали, нет, это раз тебя Матерь Божия призывали, значит, должно что-то в этом деле, какой-то смысл есть. Ну и наша вяка, конечно, заниматься, знакомиться уже более глубже, знакомиться с самой литературой, которая была, литературой у нас было много пчелом, и старая литература, еще старинная, еще до революционных времен, Медведевская, Шимановская, и так далее, и так далее, и так далее, способ разведения, ну, это старая была. Ну и дальше начало постепенно, да, и когда я уже вник в это дело, я начал молиться, говорю, Господи, Матерь Божия, а что дальше, как там? У меня был такой ответ пришел, как бы мысили уже не голосом, а мысили, такой пришел ответ, о том, что, о том, что тебе будет открываться, должен молчать, и нигде не выступать, не говорить, не сообщать нигде это. Почему? Потому что люди не воспримут сразу, будет как раз что новое. Люди не воспримут, а ты будешь ответить за это. Человек не воспринял, а я ему начинаю, так сказать, внушать, то, что он еще не готов к этому воспринять. Ну, это постепенно, значит, открывалось, и действительно, со временем, открылось, как такой, сказать, способ, а как же разобраться, где имеется огромное количество информации, огромное количество литературы, поп-шу, а как в этом разобраться, чтобы потом применить практики. Одни, на мату изучать, другие, 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 десятые, и так далее. И вот открылось, что нужно распределять, вот эти все знания, как бы открылась сама система. Система, как распределить эти все знания, которые на сегодня имеются. И в результате такого вот распределения наши открываются естественные законы образования чьей-либо семьи. У меня как раз на диске там, почему-то не открылось. Не получилось, я вам покажу, если вы, вы так можете посмотреть, на следующий раз, это интерьер, там можно будет на диске принести, у меня отделение есть. можно даже и на кришку посмотреть. У меня на кришке есть. Есть? Да, да, я там покажу. В интернете есть ваше? Да. на кришке, на кришке. Вот, на сегодня открыли 8 естественных законов образования чьей-либо семьи. То есть то, что пока еще не известно вообще. А фактически это все те познания, которые на сегодня имеются, они распределились вот по своим таким, ну, как сказать, отдельным, по своим таким отдельным вопросам. Вот. И вот, фактически, на существу. Как теперь применить, и знают эти естественные законы, как применить их, и вообще, как оценить то, что на сегодня сегодня пчелный человек. Ну, и на кришке, посмотрим. Есть? Сейчас есть? Да, есть. Вот просто я немножко так в общем ознакомился с этим. Значит, и открылись, конечно, новые понятия, духовные понятия самих пчел. Ну, вы знаете, что материческая идеология утверждала, все пчелы якобы зародились там в дуплах, или там где-то в скалах. Вот. А в священном писании, и в частности в Библии, сказано очень четко, что, ну, вообще, именно не сказано так конкретно, но сказано, что все растения и животные, которые созданы Господом Богом, они распределены. Одни домашние, а другие дикие. Мы знаем, что дикие они сами приспосабливаются, а домашние дают человеку для того, чтобы он научился управлять им. Вот. И вы знаете, что все те, значит, то, что на сегодня относятся к управлению уже животными, оно действительно дает эффект, который намного больше, чем то, что намного дают дикие. Самый простой пример в сельском хозяйстве, вы знаете и слышали о том, что когда познали тонкости той же самой коровы, и стали ей давать максимальный рацион, то она дает до 60 литров молока в сутки, а дома дает 6 литров, то есть те, которые входят в стихийную. По этим же законам можно определить, что на сегодня пришел получать 15% их потенциальных возможностей. 15% не реализованы. Оказывается, что таким методом, что это не то, что нам сейчас именно открылось, но что-то уже было открыто предварительно, и у нас сохранились предания о том, что монахи в Киеве-Печешской лавре, они не знали этих законов, но у них такое было чувственность такая пчела, что в одной из пещер у них находились пчелосемей, было 150 пчелосемей, которые были соединены между собой. Там никогда не было раянии и так далее, но также сохранились предания о том, что они получали с каждой семьи до 150 грамм. Конечно, для нас это фантастика, но это естественный закон, когда не дают возможность вот значит, что это дает практически. Практически дает то, что семьи, да, что сами пчелосемьи могут жить индивидуально, но наиболее эффективно, наибольший эффект получается, если они находятся в сообществе между собой, то есть с объединением. Другое дело, как их объединить? Это второй вопрос. Но у них образуется, мы уже по самой занимаемся биофизикой, мы действительно чувствовали, что там, где объединяются между собой даже растения и животные, у них возникает общее биоэнергетическое поле. Вот это биоэнергетическое поле, он как бы поддерживает. То же самое мы знаем и в человеческом обществе, если люди между собой, допустим, обидны какой-то идеей, идеологией, а тем более верой обиднением между собой, то, конечно, взаимный акт такого общности, причем единого духа, единого строенности, то получаются самые такие благоприятные для человека условия. То же самое бывает и отрицательное. То есть если те же преступники или бандиты, они между собой объединяются, то они тоже получаются эффектно, только он отрицательный для человека. А так получается положительнее. И вот оказывается то, что если в чем действительно объединить между собой это сильно на сегодня они все разъединили, да еще на несколько метров друг от друга, представляете, какое там может быть общее биометическое поле. И вот те же самые лежанки, которые на сегодня они начали применять. Видите, что несколько семей улучшают этого человека и на самом убыле, эффект даже временного успокоения и не излечения, но временного успокоения от многих болезней. Оно не выречивает. Не знаю, может быть со временем оно и будет выречивать, трудно сказать, но пока облегчение такое есть. Человек приходит, ложится эту лежанку, я сам пробовал это, правда, они болели, они все равно я рад. Вопрос сразу по поводу то, что объединенные. Значит, одна стенка между, допустим, 20 улиц подряд стоят и две стенки. Объединенные или одна стенка на двойник? Одна доска затеряет одну семью, другую убравит доска и рядом стоят улы. Что это значит? Это тоже дает эффект, даже если будет разъединен, то есть обособлен. У меня сантиметров 5-10 улы. Нет, это не играет в руле. Само биоэнергетическое поле распространяется Есть через 2 метра стоят улы, а есть рядом стоят 10 сантиметров улы. Да, чем ближе, чем ближе, почему и кто смотрит канадский фильм о разведении канадского пшевроза, там у них 4 уля, там поддон и 4 уля стоят и там подходит эта их платформа, поднимает поддон 4 уля, они там 4 уля и перевозят и на медосборах. А дома допустим стоят порядка 1,2,2,3 тоже тоже я не знаю это надо конечно приборами проверять но знать только одно что если даже две трещи вместе между собой уже у них есть общий год а сколько метров уже если разъединены сколько метров уже через метр уже теряется уже теряется поэтому у них тоже такая и в Америке тоже вы знаете что кто из вас интересовался там тоже все ставят в деньжер удобно обслуживать только в России я не знаю больше других там сохранилось если бы нет разнесения на такие территории наверное у нас территория огромная так можно на 3 метра относиться один от друга чем они ближе тем и обслуживать их эффективнее вот это как раз образуется поле значит что дает познание закона это то что видите все видно когда наступает реальное определенное когда наступает период трагедии когда матка когда матка много рождающейся пчелы рождается а матка воспринимать не может то есть морожко у них выделяется она не может воспринимать тогда и получается это один из способов то есть один из примеров раения второй пример когда сжатый объем в маленьком объеме тоже могут родиться им некуда и тоже но суть одна и так же рождаются новые пчелы а матка не воспринимает ей некуда ложить конечно будет традиция вот и вот можно вкладывать на такой перегран можно четко определить вот когда можно в потроении максимально здесь показано две с половиной тысячи в сутки в сутки тогда что получается пчелы окружают матку молочка не дают питание то она получает молочка не дает она сокращает до нуля сократим до нуля и вылетается объем и вот как раз вот это вот используется для того чтобы от одной то есть когда он доходит до предроевого состояния в это время дается посадить посадить новый объем новый объем и дается новая матка и тогда те пчелы которые накопились готовые к рожению они переходят к следующей матке ну плодная понятная матка и начинается уже двойной от первой все время отходят пчелы те которые лишние преброжливые они отходят в соседние матки и включаются уже две матки потом включается третья потом четвертая вот мы например в Афазе получили до пяти новых что в семье это мы первоначально но за счет постановки постановки туда на отдельных выведенных маток можно конечно туда поставить и сами там выведут но потеря будет потеря времени потеря дельцекладки можете посчитать сад если допустим две тысячи если две тысячи она откладывает матка и будет откладывать до конца сезона вот посчитайте сколько будет сколько выведется пчел вторая включается уже две работы включается третья еще больше и последняя семья она буквально может за неделю быть полноценной семьей допустим на пятьдесят тысяч пчелы семья это пчелы но чтобы таким у него была такая система конечно нужно менять саму конструкцию рамки самой и когда мы пришли к этому и начал тоже просить мать и божья как это должно быть была показана в таком во сне была показана сама рамка я сейчас ее не принес саду но показана сама рамка сама рамка теперь стоячая сейчас тут схема стоячая размер ее ровно половина дутановской рамки перевернем вот такие рамки а вот и сейчас вот так вот вот такая рамка вот это и тут да да вот это такая полгода половина это да если полгода вверх то есть полгода тут вверх вообще на здоровом половина не надо вот так получается сколько будет размер если тогда 1435 ширина да так у нас будет 210 на на 150 230 300 вот так на виску получается вот такая если где-то да да вот так да 300 на 200 600 если взять вот так да на виску и по 3 соединяем половиному краю половиному краю если правильно если у нас украинцы повернутая вот так да украинцы то есть 300 на 400 35 если полгода будет вот так такие рамки как внуклевость это будет не подойдет да такие рамки у нас стандартные везде идут и на вывод маток и на общий на вывод и все управление конечно такое то есть такие рамки стоящие соединятся по 3 для устойчива соединятся по 3 такие блоки и блоки получаются блоки сторон здесь скобками соединяются и там можно даже без дыма работать свободно вот так чувствует свою компактность ага вот но вообще они тоже ее очень простое потому что видите опустили опустили не пыли пробок там и все так он вертикально стоит так как вот плечи да по базам а так в принципе можно любую конструкцию как коробку взяли как вам удобно можете так наставить нож нож сбоку то есть вот думаю как эти детские игрушки комбинируют здесь дети строят разные домики так идут можно а улей что тоже разбирается стенки улей стены улей где стены улей любые мы сделаем допустим 4 блока 4 блока чтобы удобно его поднимать он нам удобно поднял и работаем такими отдельными блоками и картушками через родительные шутки рояль не исключается но это надо можно пройти это практически где можно увидеть эти ульи я сейчас технологию сейчас разрабатываю здесь так в этом улье там только одна семья находится в этом улье одна одна потом пристыковывается через переход пристыковывается следующий переход это как переход движется трубочка так как ящик трубочка корпус какой-то ставится между ними ну да ну вот одна развивается максимально она занимает там 5 или 4 там сколько а потом делается переход стыковочный в определенном месте какого диаметра тот переход тот переход я думаю что пока трудно сказать мы сделали 40 см на 50 или 10 на 10 не ну там 5 5 сантиметров на сколько на 20 5 на 20 или 25 вот такое мак между собой общается так это самое ну если у нас корпус вот так вот идет то переход делается дорезается такой если он может закрываться открываться потом делается переход следующий корпус дырка величиной 5 сантиметров на 10 то есть на 20 20 ну примерно даже можно даже улья горизонтально ну горизонтально ага горизонтально ага горизонтально сообщается по ширине улья да 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 а как дно да общее дно но он не только нижняя сила внизу получается общие 5 сантиметров высотой вы да разделяется решетка и там уже идет переход да а воровства нету нет а так же матка выйдет а матка не общается а че вы переходят семьи в семью да матка не общается а пчелы семьи в семью переходят да 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 и воровства нету она через решетку выходит И они друг друга имеют общий запах, они друга не убивают. Нет, дальше когда мы переходим, надо их же как-то тоже там прикормить. Если отводы прямо отсюда делаешь, значит они прямо отходят сами. Эти же пчёлы отходят туда. Ну да. А потом уже на них ставить надо. Ну тут тоже разные варианты бывают. Есть вариант, когда можно ставить пчёлы немножко, то есть мак, немножко пчёл принять. Но надо их тогда как-то приучить или как посаживать. Но со временем они привыкают. И что, улей 10 или больше как вместе соединенные? Или два такого улей? Ну у нас соединено 5. По 5 улей? Да, 6. Одна и 5 с ней подсоединятся пустых. То есть пустые с рамками можно стоять на одном, ну на одних... Короче, общее дно, где они вместе соединены? Нет, нет, но каждый отдельный. Ну разделяется. Да, потому что если она нам перевозит, то перевозить надо на видосборку. Ну дальше. Мы их разнимаем и перевезли. Ну всё, я открою. Что-то подобное вот так, если здесь так или... Внизу, внизу. Так или пустую пустую пустую... Если она будет к этой пустая... То, как только пустая... Только пустая... Кто делает самоклубок? Переходим, рейтод. И следующую пустую... А там старая матка, да? Руевые пчелы туда в левую пустят, а там старая матка или новая? Нет, здесь остается просто до новой пустят. А, до новой матки. Ага. А здесь он выглядит. Ага. Но такие улья есть у вас в Калиновке? Вы занимаетесь здесь у нас? В Калиновке я вот сейчас уже заработаю технологию. На этой неделе уже можно запомнить вчера. Это Калиновка, которая загнивает? Калиновка, которая за Глевахой находится? Там есть Калиновка? Нет, там мастерская. И мне предоставили возможность там заниматься. Село Калиновка за Глевахой, туда по Таладжской трассе? Да, да, да. Ну тут недалеко у нас. Не, ну понятно. Недалеко. Свой телефон вы оставите в конце? Мог, мог. Хорошо, уже можно связаться. Да. И приехать. Пока мы делаем этот ответ. Да это интересно. Пока еще не запомнят вчера. Матрия Божья открыла, что со временем у тех, кто будет заниматься вот этими новыми пчеловениями. То есть пчеловениями называется. Пчеловениями. Вот они и будет выведено новое нежалище пчелов. Этих же самых пород. То есть будет отнят вот эти органы. Ужаление будет отнят. Кто будет отнимать? Ну почему? Они будут те же самые породы, нежалищие. С которыми там будут и тоже дети. Почему? Божей с ними. А то Богу отнимет или выведено породу? И когда муравьи поедят или... Ну у нас порода будет новая. Но практически те же самые породы. Чем они защищают? В дальнейших путешествиях? Если они вместе... Ага. Они вместе между собой, они уже не агрессивные. На человека. Общаются. На человека. И не жаль. Ну это уже... Будет поверить. Ну это научно можно подтвердить. Можно обосновать научно? Ну конечно. Будет разобранно. Жаворка. Кишок. Много семей и у них пропадает агрессивность. Ну у нас сейчас новосемейные и односемейные. Привезли мы три семьи из-под Чернобыля. Такие злые, что в скафандры можно. В космическом работе. Примерно бьют приходится одевать. А тут скафандры бьют прям. Я в первый раз в Сибири работал. Сколько средний русских чулонов. Такого не видел. Что такое я не знаю. Три семьи. На расстоянии двадцать метров. Только побольше их уже повылазили. Из литков. И все только коробляют. Чуть ближе так кидаются прямо. Там всех обожали в них в этом. Где они стоят в каленке. Пришлось их вывезти туда где-то в лес поставили. А там... Я не знаю. Что это за пшелоны такие... Кто желает, пожалуйста, можете... Смирите. Смирите. Специально тренированные. Я надеюсь, что это скопатры себе. Взюмные были. Ну дикие. Перчатки. Я никогда в жизни в перчатках не работал. Кожаные перчатки. Такие пробивают. Это иностранцы. Ну как хорошо, да. Ну а не очень. Может быть больше изменений. Я не знаю. А вы сами где живёте? Тоже в каленке или где-то... Не, пока в каленке. Мы это готовим. Материал, конечно, как он дальше строится. Потом мы подумаем как раз. Может быть это надо будет показать. Вот. Этот материал представляется нам на международном конгрессе. Показано. Рассказано как, что, что. Но вам кто-то помогает вот это всё делать? Вот эти все... Вы там книги какие-то пишете, я знаю, да? Пока нет. Пока никто. Ни финансовый, ни... Ну я, я знаю, что... То есть всё самое где-то. Если оно надо, значит Господь голосовит, оно будет всё это делать. А так вот сам. Наверное, в станках работы. В этом ему. На любых станках. Я ещё и инженер по станкам был. Но как давно вы в Украине? Ну, второй год. А до этого вы были, я знаю, в Абхазии там? В Абхазии, да. То есть вы с Абхазии приехали, да? Да, я официально там считаюсь как чистить какие-то институты абхазского богородичного человека. Ну, что производство есть тут. А родились на Украине или где-то в Абхазии? Родился здесь, в Приятсков-Поминске. Ну, а сейчас тут получили прописку в Киеве. Так что... А как оно дальше по земле, я не знаю. Мое дело в возвещании. Ну, интересно было бы посмотреть как бы вживую, чтобы оно стало ясно вот эти... А вы можете здесь приехать, да? Ну да, я вот сейчас здесь запушу, там на следующую неделю... Ну, а сегодня давайте мы вот сядем, будем машину там... Если... ну, еще нет, да? Нет, надо немножко кончить, я отхожу. А что там кончать? Можно посмотреть, а и все... Ну, а так посмотреть, конечно, можно. Клину-то недалеко. Все. Завезли вас прямо домой. Ну, уже есть готовые вот эти корпуса, чтобы посмотреть их реально? Да, да, да. Только что синие нет. Я хотел, чтобы синие сразу показать. Ну, мы видим... Ну, и так broke, вот так вот, пять сосьering, и рамки там и все там уже... Что делать? Там мы уже, там уже милили, мы раздел... около 400 рамок перестали. А потом там, до той был, что перестал. Вот сегодня мы его заберем, что выберем, если кто пожелает? Пожалуйста. А вот эти законы можете разъяснить? Да, можно. В очереди каждый закон. А я не отрекаю вообще? Нет.